Расследовать нападение на журналистов требует парламентский комитет по вопросам свободы слова. Сегодня на его заседании депутаты говорили о недавних громких случаях с участием прессы. Что решили, расскажет Руслан Смещук. Вначале Ольга Червакова обращает внимание депутатов на одно из самых резонансных нападений на журналистов этой осени. 11 сентября в Николаевской области представители крупного агропредприятия Небулон атаковали журналистов в организации СтопКор. Дело, по сути, не расследовано. Женка, оператор полиции, чтобы они, по-перше, взяли это под контроль, а, по-друге, поинформовали комитет про то, что происходит с этого природа. После этого народные избранники слушают свидетельства самой Кристины Кришихиной, пострадавшей журналистки СтопКоррупции. А какие были требования нападников? Что они хотели? А мы отдали картки, весь видеоряд, все, что нам удалось сняти. Частина вторая. Ну, это перешкоджение. Частина вторая. После депутаты разбирают факт нападения на съемочную группу канала Ньюзван и заслушивают отчеты экспертов Института массовой информации. Те, мягко говоря, для украинской журналистики неутешительные. Гранаты кидали в помещение ЗМИ и подпали офисы ЗМИ. И серьезные побития, и то, что машиной пытались задавить журналистов-расследовщиков. С начала года мы зафиксировали 168 випадков порушений свободы слова. Кількость приблизительно та самая, что в минулом году, но изменилась качество. Стало больше физической агрессии в том, что журналистов. При этом часто при полном игнорировании таких преступлений со стороны полицейских. Нардепы решают направить коллективное обращение в МВД. А депутат Юрий Павленко предложил вынудить правоохранителей создать отдельную инструкцию для полицейских. Что делать в случае нападения на сотрудников масс-медиа? Текучка кадров, ну и так далее, так много ваших проблем. Поэтому я вижу тут серьезную проблему в самой системе организации работы в МВС провести соответствующий заход. Краще решение коллеги, но далее с соответствующими инструкциями, наказами и навчанием специалистов. Как это было до проведения полицейской реформы, когда нападение на журналистов и препятствование исполнению служебных обязанностей правоохранители сразу ставили на особый контроль. По сути, приравнивая к тяжким социально опасным преступлениям. Руслан Смещук, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.